Ну что ж, утро начинается с видео Попоя. Вот это мой РФ, Джаггернаут, очевидно, 82 уровня. Вообще, Джаггернаут РФ, он не игрался, он начал играться только в этой лиге. Ну, потому что у него типа имбовая лаба, то есть я в четвертом акте прошел, вкачал вот эти две пассивки, Unbreakable, ну вот эту и Unbreakable, значимую пассивку, и я, у меня РФ уже не дамажил, то есть я перестал дегениться от него. Ну и, соответственно, плюс один к зарядам выносливости. Как бы одна из фишек, то что заряды выносливости надо бустить, вот у меня как раз вкачано, тоже очень важно. В принципе, можно на Пойерейсинге посмотреть, там прокачка у всех вот такая, то есть прокачка у Джаггернаута одна и та же. В принципе, вот точно вот такая же будет, если вы посмотрите. Просто вот я еще тут заряд выносливости возьму. К сожалению, без брони Коома и без колец Коом Вэй, которые регендают за заряд выносливости, они бы тоже очень круто бустанули, но все это очень дорого стоит, я пока не могу себе позволить. Самое дешевое, что могу порекомендовать, это вот этот шлем. Увеличивает Fire Damage, и вы не можете быть заморожены, если использовали скилл огня. Вот я как раз в Курчанк Реюзе. Ну, соответственно, две ауры, опять же, очевидно, Пьюрити Оффайр и Виталити. Что ж, покажу Арид Лейк, он зашипленный, Арид Лейк, то есть это Тир-7, а не Тир-2. Очень хороший урон, то есть я рипнул со своим прошлым героем, Тотемщик Иерофан с Фризинг Пульс Тотемами. Не могу сказать, больше ли тут урона, но снижение физурона у меня где-то 72%, то есть я очень танкучий. И плюс за счет вот этого щита у меня резисты 83, 79, 79. Ну и плюс бонусы за счет заряда выносливости, не буду читать все, можете прочитать на сайте поя. Мне еще Уберлабу надо пройти и качнуть вот эти два нода. У меня увеличится урон, площадь поражения, камни поддержки, как бы стандартный, Elemental Focus, Efficiency и Burning Damage. На Скорчинг Рея у меня пока ничего не стоит, только плюс один от Маиса. Сейчас скажу, какой у меня реген. 1400 под боевым кличем. Ну и с каменным галимом плюс. Я зайду еще на босса. Покажу босса. Урон со Скорчинг Рея 2,5 тысячи. Видите, меня не пробивает почти. Анимейка два дня. Почти не пробивает. Элемент Loverlord, Эквилибриум. Очевидно, все это вкачано тоже. Орбов Штормс, чтобы это все активировать. Ну и плюс удар щитом. Он у меня холодом бьет. Это, кстати, моя первая зашипленная карта. Вот это вот Ари Блейк. Тир-1 у меня пляж зашипленный. Ну это очевидно. Там выбора нет просто. 82-й лево, вроде я бы сказал, да, что у меня 82-й. А ну-ка, чекнуть босса. Главное не разбивать гнезда. Когда ты гнезда вот эти вот разбиваешь, то он сильнее становится. Очень жесткий босс. С него лут падает больше, но он слишком жестким становится. Видите, я могу затанчить и без такой тотема, в принципе. Вот вы в верхнем экране видите, как я его пробиваю. Видите? Видите, он меня не пробивает. Просто я его спокойно танкую. Вот и все. Хотя он хаосом бьет. Монстр левел 74. Гнезда я вот эти не разбиваю, потому что реально он жесткий становится босс. Не факт, что я бы его так круто затанчил. Под гнездами. Опа-на. Че это я сейчас просел? Не люблю варить у него дурацкие креста достаточно, ну ладно. Все равно я юзаю такой тотем, это очень важно. Это как часть билда такой тотем. Ну, по крайней мере, для меня это часть билда. Я воспринимаю его так. Вчера у меня было 130 миллионов экспы в час. Сейчас 104. Ну, я только в игру вошел. Так что. Видите, я в принципе все затанчиваю. Можешь сказать. А вот это жестко. Вот это жестко. Нифига. Экстра лайф. Его поймать можно, кстати. Изи. Блядь. Блядь. А мне пофиг, я станчил. Я тупо станчил. Он еще и взрывался. Этот ящик. У меня резистка огню 83%. Так что. Вот эти взрывчики. Не плевать вообще. Кстати, вот этот квест у Варичи. Убейте. То есть, откройте сундук, не убивая цель. Я вообще не представляю, как это делать. Типа, меня станет, я не могу отрывать сундук. Реально. Опа-на. Кстати, я заспавнила Удера. Чуть не забыл сказать. Но я не выполню этот квест. Вот так. Ну, я все равно не выполнил бы этот квест. На самом деле. Кровотечение вообще не дамажит. Четыре монстра осталось отлично. Ну, прикольная карта достаточно. Ну, и босс тут сносный. То есть, его достаточно легко убивать. Опять же, если гнезда не трогать. Ну, да, как я сказал, тут логичная прокачка. Elemental Equilibrium. Elemental Overlord, чтобы его чаще прокать. Вот у меня Orb of Storms и Increased Critical Strike. Каменного голема я пока использую. Но я думаю, что потом по игре его не надо будет юзать. Мне, кстати, еще один триал остался до Uberlaba. Хотелось бы очень Uberlaba, конечно, сделать. На самом деле. Вкачнуть вот это урон бы станет. Я левелился, кстати, где-то с четвертого акта. С РФом. То есть, уже сюжетку почти всю можно им играть. Как-то так. Я левелился. Продолжение следует...